Вообще право это искусство доброго и справедливого, но к сожалению сегодня мы увидели что-то злое, озлобленное и совершенно неправосудное. Мы попросили, чтобы нас выслушали, мы хотели справедливости, в ответ получили закрытый процесс. Почему принял суд такое решение? Ну я не могу это прокомментировать, я могу только догадываться. Но следователь попросил и суд встал на сторону следователя. Мы уже давно привыкли к тому, что к сожалению суды становятся на сторону опьянения. Единственный по моему мнению выход это конечно суды присяжных и все мы с вами должны продвигать суды присяжных, добиваться того, чтобы подсудность судоприсяжных расширялась. Потому что это действительно те суды, где можно добиться какой-то справедливости. Сейчас, к сожалению, пока суды очень часто поддерживают сторону опьянения. А скажи пожалуйста, вы про домашний арест вообще говорили, как про меру пресечения? Потому что был владелец квартиры, его даже не вызвали. Да, в судебном заседании мы приобщили договор аренды на одну квартиру, договор аренды на вторую квартиру. Также документы подтверждающие то, что в отношении Андрея могли избрать залог. 21 поручительство. Также мы заявили ходатайство о том, чтобы в судебном заседании допросили известных политиков, просто общественных деятелей, которые приехали поддержать Андрея в этом судебном заседании. Но, к сожалению, все ходатайства суд наш отклонил. Но документы приобщил, надо сказать. Правду, что документы, вот те документы на квартиру, суд приобщил. Андрей, что ты говорил, у вас была возможность пообщаться? Потому что мы-то его видели прямо в секунду, но тут были какие-то яркие слова, цитаты, заявления. Да, Андрей слышал, как горячо вы все его поддерживали, как группа поддержки скандировала «отпускай». Андрей передавал всем привет и сейчас передает, говорит о том, что очень рад такой поддержке. Он намерен все-таки добиваться справедливости, считает себя невиновным и считает, что это дело было специально сфальсифицировано для того, чтобы не допустить его к выборам. Он собирается баллотироваться? Да, он собирается, еще раз он подтвердил. Давай еще полную фразу, можно? Да, Андрей собирается баллотироваться. Он намерен даже, находясь вот в такой сложной ситуации, намерен выдвигаться в Государственную Думу и добиваться того, чтобы стать нашим депутатом, представителем общественности. Продолжение следует...